Дамы и господа, всем привет! Вновь с вами Александр. Сегодня я вам хочу рассказать, наверное, о самой долгожданной новинке 20-го года от компании Römer Britex. Моделька называется у нас Smile 3. И Smile 2 была великолепная коляска. У кого она есть, поздравляю, у вас крутая вещь. Но в третьей версии они добавили больше премиума, доработали материалы. Поэтому она стала еще более такой, знаете, ощущаться вещью. Вот. Ну, в общем, сегодня мы с вами рассмотрим комплектацию 2 в 1. Давайте сразу технические характеристики в двух словах вам обозначу. Кстати, производитель дает 2 года гарантии. Обычно всегда год дают производители, остальные. Так, вес с люлькой у нас 12,5 килограмм, с сидением 13,6 килограмм. Наклон здесь, кстати, спинки в прогонщином блоке 100 градусов в сидячем положении и 170 лежачим. Ну и до 4 лет она, соответственно, может использоваться. 57 сантиметров ширина колесной базы. И ребенка она выдерживает 22 килограмма. Вот. Ну, адаптер у нас для автолюльки, кстати, в комплекте будут входить. Накидки на ножки сейчас уже в комплекте нет. Раньше она была, сейчас придется докупать ее отдельно. Не знаю, почему они так сделали. Ну, наверное, это будет какой-то интересный доп. В общем, ладно, давайте изучим ее. Сейчас начнем с люльки. И потом на прогонщинный блок перейдем. Давайте сначала посмотрим на ручку. Ручка у нас регулируется здесь, ну, в очень широком диапазоне. Можно даже вот так вот близко к ней встать. Вот. Самое нижнее положение вот. Поэтому даже если у вас есть старший ребенок, опустили вниз, и он будет вашего маленького катать. Это очень интересная и полезная опция. У нас сейчас используется очень качественная эко-кожа с очень хорошей прострочкой. Все прям вот берешь и понимаешь, да, я заплатил не зря. Очень классно ощущается. Здесь у нас, кстати, на ручке есть прорезиненная вставка с логотипом. Она нужна для того, чтобы вы, когда складываете, она не об землю не поцарапалась, и вы могли ставить, соответственно, на землю. И опять же не царапать и не рвать эко-кожу на ручке. Так, давайте перейдем к изучению люлечки. Естественно, как всегда, у нас можно вот эту часть открыть. Это стандартно для Britax. Есть хорошая ручка для транспортировки. Она широкая, толстая такая, вообще отлично. И под этой ручкой нету отверстий никаких, поэтому туда ничего не будет капать. Козырек дополнительный. Вот так все это убираем. Также у нас все это наклоняется. Естественно, куда без этого. На люльке у нас есть вот такая вот накидочка. Большая теплая накидочка. Сама люлька здесь действительно большая. Очень глубокая. Материалы внутри очень дорогие, приятные. Матрасик у нас вот такой вот толщины. Ну, это средняя толщина. Ее, в принципе, достаточно. И у нас, соответственно, жесткое деревянное дно. Каких-то особенностей у люльки необычных нет. Нет, классическая, нормальная люлечка, полноразмерная, все окей. Соответственно, чтобы снять, мы нажимаем на кнопочку одну, на кнопочку другую, и потом спокойно поднимаем. Нам не нужно одновременно целиться, держать. Это неудобно. А вот как сейчас реализовали, это реально круто. Так, в стороночку убираем. Сейчас я поставлю прогулочный блок и посмотрим с вами на него. Собственно, вот прогулочный блок, как вы видите, он у нас реверсивный. Можно ставить и по ходу, и против хода движения. Это очень круто. Ставится очень легко, одним щелчком. У него здоровый козырек. Также вот эта секция у нас спокойно убирается, подвигается. Тут у нас на магнитике вот эта вот накидочка на козырьке. Под ней у нас москиточка, чтобы вы могли поглядеть за ребеночком. Накрыли магнитиком, все держится, все дорого, богато ощущается. Некрасавчики. Вот козырек. Он действительно конских размеров, но больше я не знаю, куда он еще там его девать. В общем, здесь у нас никакой москидки нет. Нет, козырек просто очень-очень большой. Поэтому 5 баллов у нас из 5 за козырек. Также он еще тоже достаточно тихий, не щелкает громко. В этом плане все окей. Так, смотрите, вот те самые 100 градусов, о которых я говорил вначале. Ребенок здесь сидит, такая капитанская посадка у него. Спинка почти ровно, сильно не завалена. Не все родители хотят, чтобы спинка была завалена. Большинство, наоборот, не хотят. Поэтому вот, пожалуйста, жесткая, хорошая, высоченная спинка. Также у нас есть петелька для ребенка, чтобы вдруг вы не пристегнули, он не выскочит. Ее можно убирать, естественно. Кстати, бампер у нас как калиточка откидывался, насколько я помню. Да, вот как калиточка его можно откинуть. С этим все окей. Пятиточные ремни, естественно, все хорошо. Так, для интересующихся на паховой зоне нет вот такой мягкой накладки. Вот, поэтому, чтобы вы знали. Многие об этом спрашивают. Так, подножечка у нас, естественно, регулируемая. Тоже в широком диапазоне. С этим все хорошо. Так, что касается регулировки спинки. Спинка здесь регулируется простым способом. Смотрите, есть вот такая вот ручка, за которую мы берем и, соответственно, спокойно регулируем. Три положения. Одно среднее, два крайних. Вот, и еще обратите внимание, когда ребенок лежит, спит, здесь очень хорошо ребенок закрыт. Козырек. Я же могу помнить еще его, да? Соответственно, у нас такой кокон образуется вокруг ребенка, и он очень хорошо закрыт. Если еще приобрести хорошую, в первой коляске есть очень хорошая накидочка на ножки, которая и снизу, и сверху закрывает. И считайте, что ребенок, ну, любой ветер, любая погода ему ни по чем. Поэтому, вот такие вот дела. Так, соответственно, давайте теперь с вами посмотрим, изучим, что из себя представляет рама. Я сейчас уберу прогулочный блок, и мы посмотрим с вами детально на раму. Я его верну обратно сейчас, не переживайте. Мы с вами таким образом посмотрим, как что складывается. Так, что касается амортизации. Амортизация на задней оси достигается с помощью вот этих вот амортизаторов. Спереди просто амортизатор на передней оси есть. И колеса, естественно, блокируются. Куда без этого? Вдруг там неровность какую-то лютую надо преодолеть? Легко. Соответственно, что касается колес. Колеса здесь у нас надувные. Спереди сейчас проверю, не помню. Так, спереди, да, тоже надувные. Резиновые, мягкие. Вот когда именно камера стоит, вот только в таких колесах мы можем достичь максимально плавной схода. Когда просто резина, это лучше, чем полиуретан, но хуже, чем с камерой. Ну, у камер есть недостаток. Их в теории можно, ну, в принципе, даже на практике можно проколоть. Но у Britax очень хорошая, прочная резина такая. И действительно, чтобы проколоть, нужно, в первых, хотя бы троих детей в ней вырасти, чтобы резина подстерлась. И тогда, может быть, вы ее когда-нибудь проколете. И то маловероятно. Соответственно, тут реально огромных размеров багажник. Очень глубокий. Здесь у нас есть отражатели, чтобы вечером фары светили, и у вас было видно, есть и спереди эти отражатели, и сзади. Вот. И очень хороший здесь тормоз. Мы нажали. Красная индикация загорелась. Еще раз нажали зеленая. Не нужно ковырять. Все будет спокойно разблокироваться и блокироваться. Также у нас есть брызговички на колесах, чтобы вперед ничего не летело. Вот. В общем, в этом плане, ну, все хорошо. Плюс сама рама, она ощущается очень-очень такой, ну, эти монолитные, мощная сборка. Здесь практически идеальная. Все плотно, без таких лишних зазорчиков. В общем, в этом плане здесь все замечательно. Так, сейчас давайте я раму сложу отдельно, покажу вам, чего да как здесь. Вот. У нас рама отдельно, как складывается. Сейчас мы на нее поставим прогулочный блок и сложим ее снова. И вы посмотрите, как бы, в двух вариантах. Так, прогулочный блок ставим передом обязательно. И таким же путем, соответственно... Сейчас, секунду. Таким же путем складываем. Но нам нужно будет с вами подножку обязательно... Так, секунду. Фиксатор не сработал, что ли? А, сработал, все нормально. Так, нам нужно будет с вами подножку обязательно опускать вот так, чтобы она не торчала сильно. И вот таким образом она может стоять. И здесь уже вступает в дело та резиновая накладочка с логотипом на ручке, которая не дает нам повредить, порвать эко-кожу на ручке. Поэтому, вот смотрите, может стоять, но, естественно, можно положить. Поэтому, вот, я считаю, для такого хорошего лютого внедорожника это хороший достойный результат. Так, открываем. Так, все. Соответственно, адаптеров для установки люлек от компании Britax вам автолюлек покупать не нужно будет. Здесь все устанавливается легко и просто, все уже есть. И, соответственно, такой комплект 3 в 1 вы можете легко реализовать, просто докупив автолюлечку от Ремера Britax. Так, ну, собственно, все. По большому счету я уже все, что хотел рассказать, вам рассказал. Если какие-то вопросы у вас еще остались, в комментарии пишите. Я обязательно попробую на них ответить. А если вообще обзор понравился, ставьте лайк на канал, подпишитесь обязательно. Это помогает развиваться каналом. Вот. И First Buggy магазину первой коляски. Большое спасибо за предоставленный Smile 3 на обзор. Вот. И в двух словах, мое мнение еще, вот, в заключение все-таки хочу добавить. Я очень люблю Britax Brand. И сам я пользуюсь прогулочной коляской Britax B-Motion 4 версии. Очень доволен. Шестой год катаем. Для меня лично это, знаете, Britax, как... Я даже особо не думаю, какую бы коляску я взял. В основном всегда выбор падает на Britax. Второго мы катали в Britax Go Big 2. Тоже шикарная, просто мега крутая коляска. Поэтому я могу смело, как опытный юзер, скажем так, с многолетним стажем пользования брендом Britax, могу смело вам ее рекомендовать. Поэтому, я думаю, при покупке такой коляски вы разочарованы не будете. Ну, выбор, естественно, как всегда, за вами. Я могу лишь только пожелать вам хорошего, правильного этого самого выбора. И всего доброго вам. До свидания.